Всем привет! У микрофона Амортиз и это обзоры мобильных игр от Mob.ua. Поехали! Сегодня у нас не просто игра, а социально ориентированный продукт, призванный проинформировать игрока о болезни, которая статистически убила больше людей, чем все войны и эпидемии вместе взятые. Встречаем Nightmare Malaria. Начинается все с того, что мать укладывает свою дочь спать и читает ей сказку. И то ли потому, что у дочки такая странная форма головы, то ли просто сказка оказалась немного мрачноватой, но сон после этого снится не самый радостный. Собственно, игра это и есть сон. Графика здесь довольно хороша. Даже нет, не так. Здесь красиво нарисованная и хорошо построенная композиция. Даже сочетание красного с зеленым здесь каким-то образом выглядит гармонично. Мы с тобой видели и более стильную и красивую графику, но и это очень неплоха. А вот геймплей явно не главное достоинство игры. Как я понял, эта девочка путешествует внутри собственного зараженного малярией организма, собирая плюшевых мишек, чтобы пройти на другие уровни и прячась от комаров под противомоскитной сеткой. Давай не будем спрашивать, откуда в крови девочки взялись плюшевые мишки, комары и сетки, ведь у каждого из нас свои странности. Но вот сам геймплей какой-то заторможенно медленный, вялый, как будто двигаешься под водой. Ну, в принципе, так оно и есть, девочка типа плавает в плазме своей крови. Но, блин, это реально так медленно, что нагоняет тоску. Да и управление, если быть честным, не такое уж удобное. Кстати, если умереть, тебе покажут какой-нибудь интересный факт о малярии, что, кстати, довольно неплохо. Я хочу сказать, это выглядит как какая-то дешевая пропаганда, но, как ни странно, это работает. Игра разбита на две большие главы, кровь и мозг. И, видимо, так показывается влияние болезни на кровь и мозг, соответственно. В итоге, я не знаю, как отнестись к этой игре. Будь она чуть хуже нарисована, она стала бы неиграбельной. Будь она чуть динамичнее, она стала бы хорошей. Она как будто балансирует на грани между хорошей и плохой. И еще эти чудовищные комары. Если в нее поиграют дети, они еще долго будут гадить в штаны, услышав комарейный писк. Да и я, в принципе, тоже. Хорошо, что сейчас зима и эти исчади ада в спячке. У игры есть косяки, которые можно было бы простить инди-проекту. Но тут явно пахнет большим грантом. С другой же стороны, обычно такие соцпроекты оказываются полным говном. А это вполне себе неплохой продукт. В общем, скачай и зацени сам. На сегодня это все. Если понравилось видео, ставь лайки и подписывайся на канал. С тобой были Федор Мортис, Николай Подгурский и обзоры от Mob.ua. И если хочешь жить, держись подальше от комаров. Бойся малярии! До скорого! Субтитры подогнал «Симон»!